Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT Doctor. Сегодня мы разобьем наш сайт на несколько частей. Как вы видите у нас здесь вверху есть меню и когда мы будем создавать остальные страницы наше меню будет везде одинаковым. Поэтому нам нужно его просто вынести в отдельный файл и при необходимости подключать чтобы не дублировать этот код. Также у нас это будет происходить и с футером и возможно с какими-то другими элементами, но пока что нам главное сделать хедер и футер. Также мы сделаем вот этот вот логотип чтобы можно было его выбирать уже из админки и он здесь появлялся. Если вдруг его надо будет сменить например, то можно будет без проблем уже это сделать через админ панель. Давайте зайдем в редактор и нам нужно создать два файла. Первый это будет header.php и второй это у нас footer.php. Нам сейчас необходимо выбрать весь код с самого начала у нас, включая все вот эти теги html, head, wp-head, которые мы подключали вместе с body. Мы выделяем это вплоть до вот этого момента, до нашей шапки и вырезаем. Переносим это все вот сюда. Пока что это также статическая верстка, но мы уже ее выносим в отдельный файл. А в index.php мы пишем следующий код. Нам нужно здесь написать get header. get header у нас автоматически подставит файл header.php сюда и вот таким вот образом это будет работать. Поэтому файл должен обязательно называться именно так. Если мы сейчас перейдем на наш сайт и обновим, то мы видим что все продолжает работать, но тем не менее нам так будет намного удобнее уже в дальнейшем. давайте сделаем то же самое для нашего футера. Найдем, где начинается у нас футер. Вот у нас комментарий. И вместе с вот этими вот закрывающими тегами всеми мы это все вырезаем. Переносим вот сюда и здесь укажем точно так же функцию get footer. Если сейчас вот этот код убрать, давайте его пока что уберем и посмотрим на нашу страницу, то мы видим что футер наш исчез. Но после того как мы добавляем вот этот вот фрагмент php кода, то наш футер уже подгружается из внешнего файла, который называется footer.php. Вот таким вот образом сейчас мы уже разделили наши фрагменты кода и дальше будет все становиться только лучше. Итак, теперь мы должны сделать возможность выбора вот этого логотипа. Если мы здесь напишем wp-админ, зайдем в админку и смотрите на сайте у нас есть такая вот кнопка настроить. Здесь у нас появляются какие-то настройки. Например, вы видите в свойствах сайта можно менять название, можно менять краткое описание. Вот эта вот иконка, это у нас фав-иконка, которая отображается вот здесь вот вверху на вкладке. И также сюда можно добавлять свои какие-то поля. Сейчас мы это и сделаем. Мы добавим сюда возможность выбора логотипа. И очень легко будет здесь вот таким же образом, как и для иконки. Выбираем картинку и она у нас появляется вот здесь в логотипе. Для этого нам нужно в файл functions.php добавить следующую строку. Давайте вот здесь вверху напишем addtm support. Вот она у нас функция, благодаря нашему плагину быстро появляется. И нужно указать в кавычках custom logo. Сохраняем и давайте проверим. Обновим страницу, нажмем настроить и посмотрим. Вот вы видите, теперь у нас появляется логотип и здесь его можно уже выбрать. Теперь для того, чтобы наш логотип отображался в нужном нам месте, зайдем в наш код. Вот он у нас логотип здесь был. Вместо тега emg нам нужно написать php-код, в котором мы будем получать наш логотип. Функция the custom logo, вот она у нас подставляется. Ставим точку запятой и сохраняем. Теперь переходим на сайт. Выбираем здесь логотип. Здесь можно загрузить файлы. Давайте загрузим нужный нам файл. Вот она наша лого. Открываем его. И здесь можно указать все, что нам требуется. Например, также поставим обратно дверь жовнер, как у нас и было. И сохраним. Ставим не обрезать. Нажмем опубликовать. И сейчас мы видим наш логотип. Вот таким вот он стал довольно большим. Потому что, как вы помните, у нас было ограничение по высоте в 50 пикселей. Конечно же, можно эту картинку сделать изначально высотой в 50 пикселей в фотошопе, например. Но если вдруг вы передаете сайт какому-то владельцу, то есть вы делали заказ, то, конечно же, он с этим заморачиваться не захочет. Поэтому будет удобнее, если у нас все автоматически будет происходить. Давайте сейчас вот здесь в настройках нажмем изменить логотип. Выберем его. Редактировать. И у нас появляется вот такой вот редактор. Здесь мы можем поменять его высоту. Ширина тоже автоматически подстроится. И нажать масштабировать. После этого обновляем. И переходим на сайт. И мы сейчас видим, что наш логотип уже нужного нам размера. Появился здесь. И все у нас отлично отображается. И вот так вот довольно просто сейчас мы разделили наш сайт на несколько файлов. То есть вынесли отдельно хедер, вынесли отдельно футер. И сделали возможность выбирать логотип. Вот здесь вот очень просто. Через настройки. То есть для любого пользователя не составит труда его изменить. Я надеюсь данное видео было вам полезно. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы поддержать его развитие. Оценивайте видео, пишите комментарии. И до скорых встреч в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...